продолжаем прерывается видео гляньте впереди птицы у нас белые флорида чикен флоридские курочки гляньте какая красота посмотрите ну какие хорошенькие такие такие славненькие да поджарить бы вас а как бы вас показать поближе интересно ну-ка я сейчас заеду туда прям вот там водоемчик какой-то ручей какой-то сейчас мы посмотрим на них сейчас они разбегутся конечно от меня от машины какие вы холесенькие эти такие эти такие красивые такие видно вам или не видно а то сейчас под машину заеду и это водики хорошенькие их много у нас видно вам или не видно я надеюсь ну ладно значит не про птичек видео носы красные некоторые даже засунули под крыло для них холодно сегодня 22 градуса тепла 6 ноября для них эта температура видно такая прохладная так так вот что она это это девушка значит они ездили копать картошку родителям помогать то есть когда заходил разговор что вот надо в россию ехать и я не могу или что-то тону надо ехать не в россию украину вот и вот хоть убейся надо а мы спрашивали ой да перенеси ты там туда-то там да не могу же картошка она из америки работая здесь содержит значит детей но с мужем до содержат детей и этот сам работают платят за все не в состоянии можно подумать что она не в состоянии ее родители прожить без картошки наши ее сюда приволочь не может эту картошку безусловно нет вот и она здесь стоит копейки по по зарплатам американским вот и она вынуждена ехать и все время психовала она что мы когда говорили да зачем это надо то что да а я горит им не могу этого доказать кто-то говорил что валя то пошли ты мы соберите тысячу долларов пусть они закупят картошку на тысячу долларов себе целый подвал сначит на в сельском месте безусловно и валя селянка такая селянка селянка девушка женщина на сейчас скажу проезд такая даже в косыночки ходила в америке в косыночки можете 100 косыночка назад завязана как вот женщина дома по по белку делая знаете назад так это косыночка как татьяна даронина в фильме мачеха так это назад косыночка так это немножко кучери наружу а туда косыночка и она здесь в этой косыночки мы учились в английской школе с ней она и в школу приходила в этой косыночки вот и она значит психовала что разве можно доказать что картошку не надо сажать им же доказать невозможно то есть старики на вот дубовые вот эти вот наши эти советские старики которым доказать невозможно и кто-то горел валяну сдать им ты сюда не этого делать не будут закупать картошку они все равно и будет сажать корячиться на огороде убиваться умирать там и деть детей спрашивать почему же не приехали надо картошку копать из америки но такие темные я поняла я поняла темные так это еще скорее всего очень старые родители потому что уже ей там было нерадин было может года так это сорок два на тот момент наверное они родители старше лет на 35 наверное их скорее всего потому что уже родители тем кому по 60 наверное не такие они дубовые это тем кому восемьдесят скорее всего вот так, вот но это единичный случай, да, еще когда говорили, что соберите вы за год тысячу долларов, типа, пошлите пусть завалят все себе закрома картошкой а кто-то говорил, да они, ну она говорит да они этого не будут делать, а кто-то говорил, ну ты приедь, когда приезжаешь их проведывать там значит это самое, возьми поедем и засыпь картошкой все, что можно в их доме, пусть они успокоятся, вот, ну в общем вот так, вот так вот, так что готовить, конечно, девочки, я вас понимаю, и все я делаю, и борщи и все, у меня есть некоторое там видео что я там себе сварила, приготовила какие-то там, я там знаю эти праздничные столы рассказываю, что есть и холодец и прочее, но это не значит, что я буду делать хлеб, единичным таким разовым случаем, да, но только не постоянно, нет, вот а он все равно нужен, ну как минимум, каждые пять дней свежий, ну правда же, как вот, хотя у нас, иногда мы не покупаем неделя и десять дней, так-то будешься без хлеба, смотря что ешь вот, так, значит проехали с майонезом и с хлебом елена, вы интересно рассказываете, очень много узнала об Америке, спасибо вам большое, это я говорю вам, спасибо большое, а вы работаете где-нибудь, и за какую зарплату, и кем, если заняты домашними делами, ютюбом, ну конечно, вообще это главное, так, значит, я работаю, помогаю хасбанту в его бизнесе, значит, он работает на расстоянии, то есть, называется дистанц, да, дистанционно, и с компьютерами я ему туда в таблице там забиваю всякие эти, ничего особенного я не делаю, так, значит, сейчас, подождите, пишет девушка Елена, полное безобразие, выставляет сразу столько видео, не варится, не стирается в доме, не убирается, только смотрится, спасибо У меня тоже было такое, да, и сейчас тоже, вот о чем же только что проговорила, что, как иногда подсядешь на кого-то, кто вот, ну кто что-то показывает, я, кстати, пересмотрела многих, я пересмотрела раньше, раньше, не сейчас Сейчас я уже даже забыла, кого я смотрела, потому что это было 3-4 года назад И из Германии, и из Израиля, ну ту девушку из Израиля помню, в смысле, как она выглядит Из Этого, Швейцарии, вот эту девушку я вам советовала Швейцария для чайника, можете посмотреть, она там так интересно все рассказывает И какие-то там еще страны, Англию, Англию посмотрела, прежде чем даже еще не ехала, я уже знала, куда я поеду туда, в смысле, как То есть, блогеров, да, я смотрю тоже и слушаю, мне очень нравится, и кое-что отмитаешь, знаете, оно мне не надо там, и кое-что там я мимо ушей, или думаю, что, ой, да, наверное, ну не то, что врут, ну там по-своему они это все Ой, сейчас, подождите-ка Мне тут сворачивать надо, где-то, даже не помню, где Вот, что-то отметаешь, а что-то для себя находишь такое нужное, очень, чему очень рад и очень интересно И даже частенько